Вот, это аптека, да? Есть аптека северная. Караток, улица Мостовая, 37А. Без перерыва работает. Ну ты сейчас, Валерий Алексеевич, пойдемте. Олег Николаевич, помогайте. Так. Понятно. Здравствуйте. Здравствуйте. За лекарствами? Да. Сейчас очередь встанем за вами. Ну, уже все. Вы уже купили? А что, покупаете, если не секрет? Ну, в основном витамины. Бахилы. Бахилы, витамины. Есть витамины в наличии? Да. Вот с этим, с антибиотиками здесь, ну и по всему городу. Ну вот, подойдите. А вы спрашивали уже, да? Нет, мы не спрашивали. С антибиотиками. Не спрашивали? Нет, нет, я поделюсь. Вот мы хотим спросить. Перед нами. У нас просто назначение не заболеванное лекарство, заболевание. Мыло. А там пока, слава богу, у нас не было. Ну, да. Никто не болеет себе? Нет. Нет, слава богу. Кроме хронических. Ну, это уже... Самый главный, не болейте. Берегите себя, да. Всего доброго. Здравствуйте. А можно вот спросить у вас? Вот посмотрите, у меня рекомендация Министерства здравоохранения по лекарствам, которые можно использовать при лечении больных, которые находятся на амбулаторном месте. Амбулаторном? Да? Вот, да, на домашнем. Вот такой список. Вот можете вы посмотреть по этому списку и мне отметить из каждой группы, какие лекарства у вас есть, и мне их покажите, пожалуйста. Подстанов. Посмотрите, из противовирусных, знаете, что это самое, есть у нас из-за серии, вот, сейчас я скажу, вот, порцетамол есть у нас, потом арбидол детский, взрослый, и взрослые есть, и там замените его арпифлю, тоже сам заменяет, только он подешевле, немножко на 20. А вот первая позиция, фарапиавер. Вот, давайте мы с вами пойдем, вот, да, по списку. У нас с вами папиавер. Есть у вас? Покажите, пожалуйста. Вот он есть, да? Хорошо. Следующий. Интерферон. Есть у вас? Интерферон и нет. А, подождите, интерферон. Нет, не может быть так, вот, свободной позиции. Интерферон альфа, бета, да. У меня есть, должен быть, вот, зерепоферон, да. А, фарапиаверон, да? А, фарапиаверон, да? А, фарапиаверон? У вас любой шипучий порошок есть, вот, любые растворки, шипучий, таблетки. Ну, или фарапиаверон, по-моему. Витаминус С есть, пожалуйста. Есть. И таблетки номером 10, пожалуйста. Дальше. Вот с бетчиками, тоже. Гидроксихлорахин. Подождите, гидроксихлорахин. Сейчас, ребят, сейчас его нет. Сейчас его нет, пока. Ну, мы получим завтра, сегодня, посещаем, заказали. Они нам дали. Умифеновер. Это орбидол. Так, есть он у вас? Вот он, пожалуйста. Покажите, пожалуйста. Вот он, пожалуйста. Гидроксихлорахин. Отсутствие индия. А киплюла, то есть там орбидол была. Понятно. Есть. Хорошо. То есть у вас наличие противовирусных практически по этому списку есть все, за исключением одного? Да. Ну, и завтра будет, да? Да. Антикуагулянты. Антикуагулянты. Зато мы получим. А что получается? Мы получим, значит, это самое дексантазон дадут, преднизолон дадут. Олег Николаевич, вот вы скажите роль антикуагулянтов, которые сейчас отсутствуют. Это одно. Вирус этот особенно очень. Он действует в основном даже своей патогенностью. Не столь так вот грипп, сколько на свертом из крови, вызывает тромбозы, вызывает инфаркты. Вот у нас тут времена. То есть нам необходимы. Это очень необходимые. Эти препараты для того, чтобы не было тромбоза. Да, это профилактика серьезных осложнений. Профилактика как раз вот такое вот заболевание. Мы без рецептов не отпустим. Когда у вас будут эти... Эти вещи, например, антикуагулянты без рецептов не отпустим. Потому что, не знаю, анализы у человека... Понятно. Но, что касается... И принимать надо жестко по назначению ВРЧ. Понятно, по назначению ВРЧ. Тоже все понятно. Я к тому, что у вас сейчас их нет. Они когда будут в наличии? Нет, если у нас знаете какие антикуагулянты? Более-менее без рецептурные. Это кардиомагнил. Можно 75 миллиграмм пить, раз сутки пьется. Тромбоаз, можно 75 миллиграмм тоже. Без рецептурные они пьются раз сутки. Можно пить людям уже тому за 55 лет. Вот этим мы страдаем. Я предложил уже студентам. Это каждый второй пьет. И посадить в аптеке. Постук наш за счет нас организовать. Когда будут подходить и объяснять. Потому что у них все очень сложно с этим. А мы, врачи, студенты 5-го порта хотим поставить в аптеке. Программу сейчас мы сделаем и закончили 3-дня. А когда, допустим... Через 3-дня она будет стоять в аптеке. Есть, да? Аспирин, да? Разжижающий. Тромбоаз. Здесь кардиомагнил. Они будут с каждым дыхать. Понятно. Антибиотики. Что у нас из антибиотиков есть у вас? Амоксиклаб есть? Покажите все антибиотики какие есть. Широкого спектра действий. Дыхание которое осуществляется. Ну вот то, что вы мне пометили, из 6-4 у вас есть. Да. Покажите мне их. А сюда вот вы их поставьте, чтобы могли посмотреть. Потому что мы к вам случайно заехали. Если у вас здесь все это есть, то должно быть и в других аптеках. Но я еще прошу Олега Николаевича, чтобы он подсказывал действие этих препаратов и почему они необходимы в этом списке. Клориклимицин и Клацет. Разных видов у нас есть. Потом Супракс. Это то же самое. Циклооспоренный вред тоже есть. Разные виды. Клориклимицин. И Клацет продленный 10 раз в сутки можно пить. И таблетки по 500-2 раз в сутки можно пить. И панцет. Это же все по показанию врача. А цифтриаксон? Цифтриаксон закончился. Завтра нам нужно привезти по идее. Но там знаете, когда это минимально. Цифтриаксон спрашивает. Амбулаторная. Это таблетки. И последний перечень лекарств. Какого действия? Это гормоны. Гормоны, да? Тоже нужны. Которые, да. Это вот в основном на воспаление легких сейчас вреет. Гормоны, а не антибиотики. Готибетки-то превышены. Дексаметазоны. Приднизолоны. Приднизолоны. У нас с вами из двух позиций. Одна позиция у вас есть? Приднизолоны. Приднизолоны покажите. Приднизолоны покажите. Ну, мы случайно сюда заехали. Поэтому здесь точно никто не готовился. Приднизолоны. Приднизолоны. А лидокаин и вода для инъекций очень часто жалуются. Сейчас ее в данной ситуации нет. Вчера мы ее расправдали. У нас в больнице есть все. Вот вы скажите. Понятно, что в больнице есть все. Но для лечения дома мы с вами сейчас проанализировали то, что предлагается Минздравом в виде... Рекомендуем на примере этой аптеки, скажем так. На примере этой аптеки. Да, на примере этой аптеки. Вот этот спектр, который у вас, он не на одного больного, это на группу. И на легкой вы соединили. То есть здесь можно спокойно лечиться и больному, который в легкой степени, и больному в средней степени, и даже элементы для лечения тяжелой пневмонии здесь есть в этой аптеке. То есть, в принципе, из этих препаратов можно составлять адекватное лечение врачу. Только вот сейчас возникла сразу мысль, что аптеки тоже должны обратную связь давать нам. То есть, чтобы выписывали конкретно людям то, что у них есть именно по этой группе. Потому что мы имеем прямую связь, мы выписывали, они приходят, этого нет, они бегут туда. Они не могут заменить то, что нам нет, нам вот это надо от врача. Вот поэтому надо сейчас навладить, это тоже мысль сейчас возникла. Обратную связь от аптек, на поликлинике, на врача. Да, потому что они начинают по всему гордую ездить, где-то ловить будет. Вот они врача из к вам. Вы звоните, если не заплажите на себя. Валерий Васильевич, вы сейчас вот будете людям формировать наборы лекарственных препаратов, тем, кто будет лечиться дома, амбулатором. Вот понятно, этот набор будет включать, в том числе, наверное, весь этот спектр. Вы скажите, мы закрываем полностью потребность с вами тех, кто будет получать вот эти лекарства? Или вы пока выделили группу? На 12 тысяч человек расчет этой суммы, поэтому мы до конца года видим, что поддержка каждому заболевшему будет обеспечена, и систему доставки отлаживающих, ну, уже отлаживая практически министр, поэтому мы всю область, не отдельно территорию, всю область закрываем. Вот та федеральная поддержка, которая сегодня есть. Закроете. А что касается лекарств в больницах, у вас в наличии они есть? Те, которые требуются для оказания помощи ковид-больным? Полуторамесячный запас за расчеты был на 250 человек, поступающих есть. Вот сегодня 350 поступил, мы будем пересматривать и опять возобновлять, увеличивать объем. Вот работа для буквально по дню, но не может план составить, потому что рост идет, пока не останавливается. Мы единственное, что рассчитываем, то что вот эта вот эпидемиологическая ситуация с масками, с разобщением, срабатывает через вторую группу, то есть через 18, 14 на 2, через 20 дней. И мы должны увидеть этот эффект в ближайшее время, снижение должно пойти. Наш население стало более строго относиться к этому режиму. Мы это видим тоже. Посетив эту аптеку в Поливановке, мы с вами, какую можем дать оценку состояния лекарственного рынка для покупки, соответственно, необходимых медикаментов с больным ковидом, которые находятся дома на амбулаторном лечении. Из двух процентов удовлетворительно или не удовлетворительно, здесь удовлетворительно, потому что есть полностью группы закрывающие все, что требуется. отлично, когда людям не нужно будет ничего. Согласен. Спасибо вам большое. Здоровья. Ну и конечно, чтобы все лекарства были, если люди будут приходить к вам. Спасибо. До доброго.